Stalker 2 перенесли официально. Об этом заявили GC Game World в своих социальных сетях. Дорогие друзья, я был прав. Но давайте обо всём и по порядку. Всем привет, меня зовут Виталкер. Не забудьте поставить лайк этому видео и оформить подписку на канал. Сегодня, 12 января 2022 года, GC Game World во всех своих социальных сетях заявили. Сталкеры, мы приняли решение перенести релиз Stalker 2 в сердце Чернобыля на 8 декабря 2022 года. Эти дополнительные 7 месяцев необходимы, чтобы полностью реализовать наше ведение и довести игру до нужного состояния. Stalker 2 самая большая игра в истории GC с соответствующими объёмами работ по тестированию и полировке. Мы убеждены, что разработка должна идти столько, сколько потребуется, особенно в случае с таким проектом. Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам игру, которая будет соответствовать ожиданиям. Безусловно, впереди намного больше новостей, информации и показов. Этот год будет важным и интересным. А пока что большое спасибо вам за терпение и понимание. С любовью, команда GC Game World. Как я и говорил, GC скорее всего боятся повторения истории с Cyberpunk 2077, поэтому сделают перенос. И также моя теория о том, что инсайт сделали сами GC, тоже подтверждается. Я считаю, что GC сами могли сделать такой вброс в массы, чтобы посмотреть, как отреагирует общественность. И знаете, наша сталкерская комьюнити отреагировала вполне неплохо. Лучше доделайте игру, чем выпустите Cyberpunk 2. Естественно, это усреднённое значение, не каждый так и отреагировал, но большинство отреагировало именно так. Понимаете, все мои догадки подтверждаются. Перенос был запланирован. Давно. Почему? Да потому что ни на одной из прошлых крупных игровых высовок не было ничего по сталкеру. Ни одного скриншота от разработчиков даже на новый год. Зачем же GC переносить сталкер? Да потому же опыту киберпанк. GC Game World много лет ничего не разрабатывала и не выпускала. Лишь недавно запустившись, выпустили только Казаков 3. И ей будет крайне невыгодно повторять путь CD Projekt, вливая тонну денег в разработку сталкера, саму компанию и облажаться. Но согласитесь, сомнительная идея. Также взирая на прошлое, вспомните, что в каждой игре сталкер выходило много патчей. GC просто не с руки делать игру, которая провалится. Понятно, что никому не с руки, но сталкер 2 это наверное самая популярная игра в мире. И подобных ей нет, лишь похожая. Зачем же на весь мир наделать в штаны? Слишком много стоит на кону. После такого провала никакая игра от этой компании не сможет уже взлететь так высоко. Вспомните, как разработчики сталкер 2 объявили об отказе от NFT, после того, как в их сторону от комьюнити посыпалась куча угроз об отмене предзаказов. Мое мнение такое, мы ждали долгих 13 лет. 13 лет, Карл! И еще подождем. Пусть доделывают игру, доводят до совершенства. Сталкер это культурное наследие. Понятное дело, что мы его будем любить косым и хромым, потому что это сталкер. Но лучше пусть сталкер 2 будет инновационным, топовым и самое главное не повторить ошибок прошлых частей. Пусть весь мир содрогнется в день его выхода. Как вы считаете, хорошо, что сталкер 2 перенесли на зиму 2022 года? Напишите свое мнение в комментарии. Оцените это видео лайком и не забудьте оформить подписку на канал. Также зацените другие видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok